День. Люди. События. День 28 апреля. В России сразу после установления советской власти была отменена паспортная система, существовавшая в дореволюционное время. Однако, в связи с гражданской войной, паспортная система была вскоре частично возрождена. После окончания гражданской войны законом от 24 января 1922 года всем гражданам РСФСР было предоставлено право свободного передвижения по всей территории РСФСР. Согласно декрету в ЦИК и СНК РСФСР от 20 июля 1923 года об удостоверении личности воспрещалось требовать от граждан РСФСР обязательное предъявление паспортов и иных видов на жительство, стесняющих их право передвигаться и селиться на территории РСФСР. Все эти документы, а также трудовые книжки, аннулировались. Но все же и персональный учет населения был необходим. В дополнение развития декрета об удостоверении личности 28 апреля 1925 года СНК РСФСР принял декрет о прописке граждан в городских поселениях. Этим декретом было положено начало организации учета передвижения населения в городах. В частности, декрет предписывал вменить в обязанность каждого лица, прибывшего в город на срок свыше трех суток, сообщить об этом дому управлению дома, гостинице. При этом для прописки необходимо было предъявить один из документов – удостоверение личности, профсоюзные билеты или справку с места работы. Прописка в современной России была отменена 1 октября 1993 года и заменена регистрационным учетом, который включает регистрацию по месту жительства и регистрацию по месту пребывания. Регистрационный учет установлен в целях обеспечения необходимых условий для реализации гражданами своих прав и свобод, а также исполнения обязанностей перед другими гражданами, государством и обществом. Органами регистрационного учета в городах и других населенных пунктах РФ являются территориальные органы МВД России. Ранее данные вопросы относились к юрисдикции Федеральной миграционной службы России, но в 2016 году она была упразднена, а ее функции и полномочия переданы Главному управлению по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк!